МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я рад снова быть с вами. Мы продолжаем изучать тему «Как избежать обмана». Наш мир полон обмана. Такова реальность. Умение обманывать сейчас даже стало достоинством. Например, в бизнесе для увеличения доходов или в спорте. У слов появляется новое значение. Мы обелили слово «обман». Но это не меняет суть. Мы должны стремиться к истине, знать истину, говорить правду и ничего, кроме правды. Не стоит смущаться. Иисус заранее сказал, каково будет это время. Он предупредил нас, чтобы мы были готовы. Если мы откроем Библию, мы узнаем, как найти стабильность и как достойно пройти этот период, когда обман стал нормой. Доверять Богу и быть с Его посланниками, чтобы приготовиться к Его возвращению и пришествию Его Царства, ведь в Нем будут совершенно иные законы. Пожалуйста, берите Библию, блокнот и верьте, что Бог приготовил что-то особенное для вас сегодня. Я хочу продолжить тему, которую мы начали на прошлой неделе. Не обманывайтесь, часть вторая. Я продолжу говорить об этом. Если вы пропустили ту проповедь, вы можете найти ее во всемирной сети в интернете. Слава Богу за современные технологии. Благодаря им наше служение распространяется по всему миру. Мы становимся ближе друг к другу. И даже в наше время, когда невозможно путешествовать, мы можем вместе стоять в молитве. Итак, давайте продолжать. Часто считается, что самая надежная позиция — это стоять на месте. Устойчиво, безопасно. Но на самом деле прогресс может быть только в движении. А что такое движение? Это когда мы сначала теряем равновесие, смещая свой вес вперед. Тело реагирует и отвечает своим действиям. Все внутренние механизмы включаются в поиск равновесия, чтобы не упасть, и в итоге мы двигаемся вперед. Если вы хотите прогресса, движения, вам сначала нужно немного разбалансироваться, а потом инстинкты сделают свою работу и помогут вам идти. Добавляете скорости, и вот вы уже бежите. Когда вы разгонитесь, приобретете импульс движения, вам будет легче и поворачивать, и изменять направление движения. Я уже говорил, что сейчас мы наблюдаем что-то беспрецедентное. Идет война за души нашей нации. Поэтому нам важно знать, что дает нам стабильность. Иисус предупреждал, что обман будет признаком именно нашего времени. Первое послание Тимофею, 4 глава, 1 стих. Тут говорится, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учениям бесовским». Притчи, 23 глава, 23 стих. Продолжает эту мысль, «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума». Написано так просто, что можно и не заметить. Есть цена, которую нужно платить за истину. Если вы хотите знать истину, потребуются усилия. Нравится вам это или нет? Скажется, несправедливо. Но когда создадите свой мир, можете создать и свои правила. Творец дает нам совет, «Купи истину». Я поделюсь с вами рядом принципов, которые помогут вам быть свободным от обмана. В первую очередь, Иисус дал нам предупреждение. И раз мы предупреждены, то мы вооружены. Если Иисус говорит нам, «Не страшитесь», я вас уверяю. Вы точно не должны бояться. Если Он сказал, «Не беспокойтесь», вам не нужно вести жизнь полную тревог. Если Он сказал, «Не обманывайтесь», тогда вы не обязаны страдать от обмана. Слава Богу! Но правда и в том, что нам приходится бороться со страхом и сражаться с беспокойством. И также, скорее всего, нам придется противостоять и обману. Не пугайтесь этого. Тут нет ничего сложного. Все просто. Один из принципов состоит в том, что только по Божьей милости мы можем оставаться верными. Просто примите это. Вы не перехитрите зло, не обыграете его. В конце концов, только Божья милость держит нас и позволяет оставаться верными. В этом есть свобода. Сказать, «Боже, я твой». «Я доверяюсь только тебе». Я не имею в виду пассивное бездействие, отстраненность. Нет, не это. В первом послании Коринфянам 7 главе 25 стихе написано, «Даю совет, как получившая от Господа милость быть Ему верным». Павел пишет к церкви, которую сам и основал. Он говорит, «Я даю совет, но только по милости Божьей». Положите эти слова глубоко в ваше сердце. Одни из основных проблем религиозных людей – это самоправедность и гордыня. Мы ходим в правильную церковь. Мы читаем правильную Библию. Мы верим правильно. О, да. Я благодарен за ваше усилие в поиске истины. Но помните, именно Божья милость дает нам силы. Он призвал нас из тьмы, спас нас. Мы не сами себя спасли. Он призвал нас задолго до того, как мы Ему ответили. Аминь. Знаете, в молодости я думал, что мое присоединение к церкви дало большое облегчение Богу. И сейчас я понимаю, что церковь взяла на себя огромную ответственность именно в тот момент, когда она приняла меня в свои ряды. Только по милости Божией. Второе, что нам нужно делать, это совершенствоваться, взращивать в себе смирение и страх Божий. 24-й Псалом говорит «Блак и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Бог сможет вести нас и направлять нас только если мы будем работать над своим смирением и кротостью. Согласно Писанию, у нас есть два выбора — смирить себя самим или быть смиренным обстоятельствами. «Я бывал в обоих ситуациях. Гораздо лучше смиряться самому, не дожидаясь жизненных уроков». И далее у нас идет номер три. «Основывайте все на Писании. Если вы хотите быть свободным от обмана, пусть Слово Божие живет в вашем сердце». С начала из Писания мы получаем общее представление о характере Бога, о том, как нам нужно поступать, о мнении Бога о наших поступках, о границах. Когда Бог сказал «не делай», Он говорил серьезно. Получив общее представление, мы начинаем искать личного откровения. Кто-то пожалуется, что Библия не дает точных указаний. Да, там нет такой детальности, как нам бы хотелось. Но мой опыт из жизни и служения говорит, что личное откровение невозможно получить, если не жить по истине Слово Божьего. Почему Бог должен вам что-то разъяснять по вашей ситуации, если вы игнорируете истину, хотя и знаете ее? Итак, наша тема — «Как избежать обмана». Я верю, что главный вызов от Бога для нас сегодня — это изменение. Не обман меня беспокоит. Меня беспокоит сердца Божьего народа. Мы успокоились после того, как были спасены и избавились от самых явных грехов. «Ну а что, мелкие грехи?» Да, не страшно. Мол, никто не совершенен. Да, никто не совершенен, но это не должно быть оправданием. Мы не имеем права ожидать от Бога руководства, если не живем по Его истине. Очень полезно иметь общение с Господом. Просто необходимо. Это поможет вам не отойти от Бога, разобраться в сложной ситуации, увидеть опасности на пути и избежать их. О своем духе нужно заботиться не меньше, а может и больше, чем о теле. И это не тяжелое бремя, а плодотворное отношение. Нам нужна Божья помощь. Есть ли в вашей жизни сфера, где Бог ущемил вас? Подумайте. Я уверен, что нет. Были ли у вас сожаления, что придется от чего-то отказаться ради Господа? У вас было такое? О нет, мне придется отказаться от этих отношений. Бывало с вами? А через полгода оглядываешься назад и говоришь, «О, Господи! Спасибо тебе, что уберег меня от этого». Ведь правда? Но в момент принятия решения тебе так тяжело. Это все переживания, процесса роста, огромного процесса взросления. Вы растете. Вы учитесь. Как бы то ни было, тяжело или легко. Конечно, вы можете поднывать, но тем не менее, потом вы обязательно благословите и поблагодарите Господа. Именно по такому пути должен идти каждый христианин, доверяющий Богу и любящий Его. В-четвертых, смотрите на Иисуса. В Откровении в 19 главе Иоанн говорит об Ангеле. «Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему. Но Он сказал мне, «Смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусом. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Любое истинное пророчество указывает на Иисуса и превозносит его. Будет много пророков и лже-пророков. Библейское пророчество — это взгляд Бога на нас. Лже-пророки будут искажать истину и утверждать, что так и должно быть. Они могут быть религиозны, цитировать Писание и говорить, «Так сказал Господь». Или это могут быть люди из мира, и они будут пытаться учить вас истине. Но если их слова не соответствуют Писанию, если они не ведут ко Христу, то это обман. Фокусируйте свое внимание на Иисусе. В Евангелии от Иоанна 16 главе 17 стихе Иисус говорит, «Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Из этого стиха мы видим, что главная цель Святого Духа — прославлять Иисуса. Если вы хотите большего присутствия Святого Духа в вашей жизни, начинайте прославлять Иисуса своими словами, поступками, отношением к другим людям, так вы привлечете Святого Духа. Он приходит туда, где прославляется Иисус. Вы наверняка замечали, когда мы, как церковь, собираемся вместе и начинаем прославлять Иисуса, говорить о Нем, о том, что Он сделал для нас, о Его жертве и любви, или начинаем читать отрывки из Писания об Иисусе, «Дух Святой приходит и наполняет это место». Вы можете делать то же самое дома. Начинайте благодарить Иисуса, и Дух Святой обязательно к вам придет. Он поселится в вашем месте. Номер пять. Оставьте инициативу за Богом. Не вымаливайте у Него откровения. Иногда просто не время или не нужно чего-то знать. Решение остается за Богом. Я сторонник обучения и изучения Писания. Я не умаляю стремление к знаниям. Просто есть вещи, которые Бог нам не сказал. А что было до книги «Быть сия»? Я не знаю. Бог не сказал нам. И меня это вполне устраивает. Мне любопытно, но мне и так нелегко разобраться в том, что я уже имею и знаю. Любить ближнего, как самого себя, уже занимает все мое время. Мне даже пришлось несколько раз переезжать из-за проблем с соседями. Но вскоре я понял, что проблема-то была вовсе не в соседях. 130-й Псалом. Тут сказано так. Господи, не надмивалось сердце мое и не возносились очи мои. Я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитите, отнятого от груди. Душа моя была во мне как дитя, отнятое от груди. Я участвовал в тысячах служений. Здоровые младенцы шумят. Это нормально. Не ругайте их. Они вырастут и станут тишем, сдержаннее. Когда я читаю эти стихи, я вижу этот образ. Я смирял и успокаивал душу мою, как дитя, отнятое от груди. Не надмивалось сердце мое и не возносились очи мои. Я не входил в великое и для меня недосягаемое. Я не призываю к бездействию, но я говорю, оставьте инициативу за Богом. Оставайтесь верным на своем месте с усердием. Далее у нас идет номер шесть. Берегитесь фантазий. ограничьте свою открытость для них. Существует дух фантазии, который распространяется через нас. Некоторые люди уже не различают, где реальность, а где игра воображения. Свой вклад в это вносят современные технологии, устройства, программы, изобилие и доступ к мировой сети. Раньше наша жизнь была более уединенной, изолированной. Сейчас нам доступно больше информации, больше развлечений. Это распаляет нашу фантазию, что в свою очередь может привести к разрушительным последствиям. Нам становится легче обмануть, легче сбить с пути, не распыляйте свое внимание, концентрируйте мышление на Писании и на том, что оно нам говорит. Держитесь в установленных Богом границах, не очаровывайтесь. Увлечение фантазиями может околдовать вас, даже привести к проклятию. вы знали об этом? Так что же мы можем сделать, дабы уберечь себя от обмана во времена, когда ложь и обман будут только возрастать? Нам нужно применять номер семь в моем списке. Воспринимайте все просто, не мудрствуйте. в молодости со мной произошла одна история. Мне нужно было отвезти одного служителя в аэропорт, а по дороге нам нужно было заехать в одно место, чтобы служитель мог помолиться об одном человеке. Тогда не было ни гугла, ни GPS, у нас были обычные бумажные карты, и у меня был адрес. Я нашел улицу, но не мог найти дома. Я был так смущен этой неудачей, что в конце концов сказал, наверное, дьявол не хочет, чтобы мы молились за этого человека. Тот проповедник был бывшим военным, и он ответил мне командирским голосом, дьявол тут ни при чем, просто у тебя плохо с ориентированием на местности, сынок. Да, сэр, ответил я. Так точно, сэр. Иногда в наших неудачах мы видим духовную подоплеку, которой там вовсе нет. Так что будьте проще. Вы читали книгу «Убежище» Кори Тенбум? Она мой герой. О, эту книгу стоит прочитать. В ней использован ключевой принцип «Будь проще». Во втором послании Коринфянам 3 главе написано «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Ветхом Завете Бог говорил через знамения, события, символы. В Новом Завете все проще, куда проще. Павел говорит с дерзновением прямо и просто. Нет скрытого смысла. Меня всегда удивляли названия проповедей. Семь скрытых ключей, двенадцать великих секретов, Божьи тайны. Мне же кажется, что Бог все сказал так прямо, как только, возможно, никто не приходит к Отцу, как только через одного меня. Сказано абсолютно прямо. и любой из нас способен это понять. Я хочу закончить провозглашением. Провозглашать Божье Слово это наше самое мощное оружие. Если у вас нет привычки заучивать стихи из Библии, начните это делать и желательно уже сегодня. Аминь. Несмотря на возраст или особенности памяти, просто делайте это. Положите Слово в свое сердце, и оно укоренится там, и когда будет нужно, оно поможет вам. Это наша помощь в молитве. Давайте прочитаем 30-й Псалом, первые пять стихов. Это провозглашение того, что Бог говорит о нас. Не наши мысли, чувства или даже обстоятельства, но Божий взгляд на мою жизнь, и я доверяю Ему. Итак, открывайте 30-й Псалом с 1-го по 5-й стих. Очень хорошо, что вы поднялись со своих мест, потому что это показывает уважение к Слову Божьему. Ну что ж, начинаем. На Тебя, Господи, уповаю. Да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твоем. Поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. выведи меня из сети, которую тайно поставили мне. Ибо Ты крепость моя. В Твою руку придаю дух мой. Ты избавлял меня. Господи, Боже, истинный. Да благословит вас Господь. Аминь. Во Христе мы победители. Аллилуйя. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Одним из достоинств Библии является то, что не нужно быть экспертом, чтобы понимать ее. Просто краткий пересказ истории, и вы сразу все поймете. Некоторым из нас скажется, что они знают все библейские истории. А некоторым нужно все повторить. Мы вспомним историю Библии за 60 секунд. А вы можете сказать, 60 секунд? Это невозможно. Что ж, возможно, вы правы, но давайте попробуем. Итак, поехали. История начинается с создания Вселенной. Бог создал Вселенную и первых мужчину и женщину. Вначале жизнь была прекрасной, но спустя какое-то время они со своими детьми и внуками решили, что не хотят больше жить так, как Бог заповедал им. И в каждом из них появился грех. Бог решил уничтожить грешный мир, кроме человека по имени Ной и его семьи. У него было трое сыновей. Население снова начало расти. Вскоре Бог создал группу людей, называемых Израиль. Израиль попал в рабство в Египет, но Бог спас их и привел в землю, которую обещал им. Позже Бог избрал царя для Израиля. Его звали Давид. Давид помогал людям жить так, как заповедал Бог. Израиль был един и жил в мире. Сын Давида Соломон стал следующим царем, который забыл Бога и стал служить другим богам. Это привело к большим проблемам не только для Соломона, но и для всего Израиля. В Библию входит всего 66 книг. Библия описывает огромный период времени. Разные авторы, народы, слова, которые трудно произносить, места, в которых мы не бывали, но мы должны ее понимать. Многие из нас готовы сдаться, я придумал инструмент, который поможет вам. 12 пунктов, которые помогут вам изучить Библию в хронологическом порядке, так что вы будете понимать, в каких отношениях были Авраам и Исаия. Я придумал, как иллюстрировать эти рассказы, это рисунки на белой доске. Это не просто облегчает восприятие, но и делает его забавным. Вы можете смотреть это сами, или в группе, или с детьми и внуками, или собрать за столом соседей. Вы и Библия. Откройте свое сердце Библии, используйте Whiteboard Bible, да благословит вас Бог. Whiteboard Bible упростит понимание Библии для всех. Те, кто пожертвует 100 долларов и больше, получат весь набор – три DVD-диска и три книги. Для всех, кто будет сегодня жертвовать, мы приготовили DVD-диск от пастора Алана, где он подчеркивает важность знания Библии. Позвоните по номеру, который вы видите на экране, или пройдите на сайт, который указан также на вашем экране. Заказывайте Библию для белой доски, уже сегодня. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алина Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь словом Господа нашего. Спасибо.